пошла у нас следующая демка и это у нас fatality против blue это тот же раунд в котором я играл с с вомботом но здесь тоже противостояние просто просто шикарная на самом деле вот именно blue игрока его не факт что там много людей помнят знают потому что он все-таки был ну не такой там именит раскрученный как тот же fatality логерман но на самом деле этот чел просто ну какая-то нереальная легенда у меня это был реально любимый игрок то есть для меня будет было просто нечто то есть я даже ну толком не могу сейчас вспомнить почему но вот он по моему один из первых кто очень жестко начал раздавать стрельцы то есть на нее прям упор делать он по моему первый кто обыграл фата на чемпи и выиграл чем вот когда fat уже именно начал зажигать на каком-то по моему цп или атомник арена что ли турнире его выиграл blue тоже это была фантастика то есть когда вот fat уже там выиграл всю эту серию чемпов бац он там выиграл но не все соответственно это шведский игрок легендарный он был участником века 2000 играли мы против них финале соответственно я мы тоже тогда вот молились там blue для нас это был самый опасный из оппонентов даже не локерман а blue на dm6 я знал что блюдер будет держать рельсу отвечать за рельсу я также собственно тоже моя позиция вот у меня было это с ним противостояние ну насколько могу судить я так тогда все-таки его немного перевирал надо м6 на этой позиции собственно м6 мы выиграли правда не за счет этого за счет дэвила но я помню как за рельсу мы с ним дрались начался у нас собственно матч уже 11 блюз равный счет за днк на турнире было всего три карты т2 т4 и sdn dm6 тогда ну я даже не помню играли лет тому что на самом деле вот именно обычная dm6 она конечно страдала плане баланса но зато собственно выбирать было проще когда всего три карты фат на затеение выиграл у меня в финале цепель кельн то есть для него это карта собственно он там как рыба в воде и вот эти вот гранатки до сейчас лететь летели вот я помню фактически до сих пор этот финал как он меня этими гранатами конечно и удивил и и очень больно сделал они собственно и сделали весь матч и он первый кто эти гренки стал юзать забрасывать им всевозможные проходы собственно что вообще про фат сказать ну я неоднократно собственно это говорил да для меня как бы лучший игрок в коек в целом ну и в кутри особенно это фаталити естественно потому что он собственно был не первым а он был впереди всех именно в тот период когда игра находилась в процессе изучения то есть когда ну многие фишки в принципе не были изучены и они каждый чем появлялись и каждый чем угадайте кто эти фишки на турнир привозил это был фаталити да то есть мы там в россии сидим тренинся ну вроде вот вот наша максим возможности дата там я пиле power все всю игру знаем понимаем что как надо делать все точно потом смотрим демки даже не живой матч до демки они всегда хуже смотрятся чем мать живую в живую там смотришь кажется там разрывал нереально творил что-то феерическое потом смотришь демки думаешь блин чё я как лох играл вот а мы смотрели демки фата и просто вот с открытым ртом как он здесь типа сделал как он блин это придумал и вот у него каждый чем не именно такой престижный на мировой чем у него как правило причем в финале то есть он до до финала это еще не показывал он умудрялся исполнить фантастику на тот момент но реально вот первый первый элементе там механики q3 который ранее собственно никто не видел из того что я запомнил там что-то почувствовал на себе этого ztn тотальный забрасный гранат мы так не играли то есть но и вот там даже я там с лакерманом играл даст н то есть до этого с кем-то с другим мы не играли так активно с гранатами да и когда ты стоишь на другой части уровня и все куда-то пытаешься выйти она забрасывается жестко спамится это реально ломать тебе шаблон и но ломать всю игру ты не понимаешь блин а чё делать-то надо но вроде не так опасно да но у тебя весь стиль и весь контроль заточен под эти гренки вот собственно то что я прочувствовал это в финале с пелькельным где ztn проиграл 3-1 то как он этими гренками меня просто заспамил я реально это не ожидал потом я запомнил финал razer cpl один из самых крупных крутых чемпов которых от выиграл он первый стал прыгать на dm13 с ракеты на красный с приседом есть кто понимает о чем речь то есть там с ракеты присаживаешься да и падаешь прям на армор тоже никто не делал можно было как бы только по-дебильному прыгать на второй этаж и потом через дырку и очень сильно подставляться и он это исполнил в финале с макавелли также он по моему выпрыгивал руки джампами из лавы тоже там особо ну это это уже ладно но вот момент с красным я запомнил ну в общем когда я смотрел эти моменты вот мы вообще в россии но на самом деле вы сами да там знаете часто в чате там кто-то пишет блин смотрел демки полоса блин был так круто там в клубах вот мы также смотрели демки фата и просто реально там отвисала челюсть ну это это был какой-то космический уровень и казалось что у игры как бы возможности все не кончайте не кончаются каждый там месяц там два месяца там что-то новое он приносил груда и за счет этого еще и мудрился там выигрывать все это выглядело идеально в плане движений и очень красиво это конечно фантастика примерно после 2000 наверное ну второго года все это прошло перешло уже в перед ручку да то есть просто там люди начинал люди поняли что на этом можно как бы зарабатывать деньги в том числе и в россии гораздо проще стало там куда-то выезжать появился в цельве да то есть там появились псевдо профессиональные команды то есть турниров стало больше появился и свц народ стал выезжать и как бы ну очень много новых игроков появилась игра ну на самом деле по фишкам в принципе в какой-то некий потолок уперлась лишь уже там придумать что-то еще было реально тяжело и ну тогда уже пошла тему вот именно стрельбы но очень стала сильно влиять значение стрельба то есть стрельба и упорство там на тренировку да то есть просто все посмотреть все эти демки от всех этих фаталитий не только все это запомнить и просто повторять на тренировках миллион раз ну и как бы вся эта тема пошла я думаю где-то с 2002 2003 но там уже чисто вот знаю фактически это как бы профессионализм да до этого все-таки это был более любительская история вот а позднее уже немножко она по-другому стало как появилось очень-очень много демок да появились там не знаю трансляции по-моему тоже когда тогда вот эти qtv они еще сначала назывались потом gtv все стало доступнее европа с америка стала играть гораздо чаще потому что даже в мое время там ну демки каких-нибудь там не знаю отцов с тренировок но это просто нереально было достать никто никто никогда ничего не показывал все играли очень закрытые тренировались именно то есть на турнирах естественно что-то показывали демки с турниров они были для всех но так вот чтобы там с кем-то сыграть или получить информацию каких-то фишках это было нереально потом чуть более все это открыто стало ну и по-другому развиваться в другом векторе векторе уже тренировок с сутками и так далее так у нас 61 пока фаб какую-то прям идеальную игру демонстрируют и вот даже по его движениям на самом деле вот я но до этого была демка с частью меня ну там многое такое корявенькая да то есть здесь зацеплюсь там как-то прыгнул неуклюже здесь вот реально ну чем мне еще фат нравится это то как он двигается по карте у него блин от . движений на уровне там не знаю тоже идеального причем контрольки гранаточки ну вот все все каждый элементик опять же с поправкой на то что это было 19 лет назад ну очень очень круто было внутри ровно тоже конечно но это тоже на самом деле в демках тех лет она тоже воспринималась но из разряда смотришь с открытым том блин как чувак все четко исполняет но он 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 как бы тренировался естественно тоже очень много но вот при этом очень много первым открывал в игре но судя по счету в блюму наверное не увидим не конечно счет могу посмотреть но пока не хочу но пока вообще без шансов для шведа просто фат его и по контролю ну и шансов на фраг пока пока нет вижу в чате так это на стриме еще вопрос про прыжок на dm6 с рейла на бункер ну точнее с бункера на рейл нет сначала сначала научились строил на бункер прыгать в принципе это сразу как только dm6 ну как только q3 появилась там ну как бы dm6 стала играться это сразу начали пробовать делать по моему ну в общем это не было секретным местом она была очевидным этот трюк то есть было очевидно что здесь скорее всего можно долететь то есть это ну вот на dm13 она придумалась до что shift он были на красный можно покупать это именно такой но реально там хитренький элемент геймплея который ну в определенном еще моменте применяется она dm6 на рейл ой с рейла на бункер она просто читала но очевидно было что здесь скорее всего можно лежать потому что ну вот он рейл вот он бункер бери да прыгай но просто надо научиться хорошо распрыгивать поэтому это это ну примерно там у всех стало по моему одновременно получаться кто хоть как-то умело распрыгивать а здесь именно речь о микро моментах которые которые не очевидны на что вот так вот можно кстати а час я обратил внимание на но в районе квады там пульки лежали немножко в другом месте так же сблю должен убивать его но что-то он вообще не попадает не конец убил 62 в общем вот здесь пульки лежат другом месте соответственно эта версия еще карты с богованным потолком на джампаде надо джампадом на шафте там можно было улететь вверх и спрятаться потом как раз это пофиксили через какое-то время у нас 63 ну кстати вот fat вроде четко играет но он очень моим пониманием конечно немножко не знаю как сказать пассивно играл да ну я бы сказал так не слишком агрессивно наверное опять же в силу того что возможности там по стрельбе даже не так скилл по стрельбе в то время по сравнению с нынешним был гораздо слабей соответственно люди меньше аркаде чили да не было такого чтобы там стрельспа идешь просто разрывать миссии челика поэтому он свои фраги на там штук 6 штук он набрал но они все такие в там не знаю подготовленных осмысленных перестрелках а вот так чтобы он пошел там штамповать по респам как на той же нсдн да потом мы начинали наблюдать но вот уже пошел как раз второй год когда там на гранатах можно было там по три раза убить чела один раз на гранатах потом руки джамп к шоге потом обратно гранаты раньше такого просто не делают в принципе ну как бы это вот появилось позднее когда все остальное уже было на высоком уровне отточены ты просто уже как робот делал дефолтные движения зная что вот они приведут фрагу и ты не парился перестреляешь ты или нет ты просто как бы делал и не парился нас тем временем минута всего до конца игры ну пока фат все четенько-четенько делать при этом у 100 200 но стенки бегать тоже одно удовольствие но не так конечно в чемпионс а вот здесь фат ракету не попал по идее должны накрывать углу все хорошо залетать заметили очень мало конечно рейла использует блин все ракеты ну у фат на самом деле есть проблема такая у него ракеты то есть он он стреляет тоже и и вот по знаю как на тренировке пытается стрелять то есть вот думая головой то есть ну не знаю по моему он даже не пытается там отслеживать движение модельки то есть чтобы в стрельнуть вот четко там не знаю в тушку пытаться поймать а рокет вот он как-то прыгать назад по 1 по одной траектории и стреляет тоже в одни и те же места но блюща расписал ну 64 счет плотный но по игре все понятно